25 июля в рамках мероприятия, посвященных Году семьи движения Матери России Республики Дагестан, была организована и проведена благотворительная акция «От сердца к сердцу» для подопечных ГБУ Республики Дагестан, дом-интернат для престарелых и инвалидов-ветеран. Акцию поддержали руководитель представительства МАИП и Республики Дагестан Абдулла Муташкаджиев, руководитель централизованной бухгалтерии администрации Каспийска Динара Мамаева, предприниматели Мадина Амирбекова, Тамила Загребина, Сабина Алаудинова, актив «Силы матерей», участницы женского клуба, сотрудники централизованной библиотечной системы имени Фазу Алиевой и централизованная бухгалтерия администрации города. Целью акции является оказание внимания подопечным дома-интерната, лишенным семейного тепла и заботы близких людей. Для них была подготовлена интересная программа с вокальными номерами в исполнении военнослужащей службы в городе Каспийск Юлии Козловой. На сегодняшний день в доме-интернат проживают более 60 человек. У каждого из них своя история. Есть те, кто волею судьбы остался одинок. Кому-то стало сложно справляться с домашними делами, кого-то родственники не могут забрать к себе по различным причинам. Неизменно одно – люди, живущие в доме-интернате, всегда очень рады гостям. Все жители дома-интерната – пожилые люди. И инвалиды искренне радуются вниманию и беседам, теплым и душевным встречам. Члены делегации поздравили постояльцев и сотрудников мансионата с наступающим днем Конституции Республики Дагестан. В своих обращениях к участникам мероприятия заместитель председателя движения «Матери России Республики Дагестан» Полина Самылова и общественный деятель Мадина Магомедова выразили слова благодарности директору, медицинскому и техническому персоналу учреждения за их сложный, но такой нужный труд, за создание благоприятных условий для постояльцев, за заботу и душевную теплоту. В ответном слове директор дома-интерната Маджид Мирзаев поблагодарил всех участников акции за внимание к жильцам пансионата и сделанные подарки. Особую радость вызвали подделки, изготовленные своими руками воспитанниками Центра детского технического творчества города Каспийска.